Поклонница Я вам говорила, что она какая грубая? Я говорю, это только начало. Сразу. И вы знаете, действительно, честно говоря, люди, некоторые, даже не заслуживают того, чтобы быть с ними хорошим. Я боюсь, например, интервью, где я могу показаться умной. А я же не глупая женщина. И скрыть это безумно сложно. Потому что как только я покажу себя умной, всё. Скажут, что-то она глупую песню какую спела. То есть все мои песни вдруг начинают глупеть. А если я вроде такая, ха-ха-ха, да ладно, что-то. Они говорят, неужели вот эта вот взбалмошная дурная баба может такую умную песню спеть? Хитрости. Это я только вам рассказываю. Дорогие друзья, еду в самом сердце Вашингтона. Передо мной монумент Вашингтона. Наверняка знакомый с ним. За мной Капитолий. Сейчас я вам покажу. Вот. За мной Капитолий. У них какая-то тусовка. Вчера прошел прекрасный концерт. И я, воспользовавшись каким-то мобильным приложением, снял велосипед. Погода очень хорошая, тепло. Просто немножко ветер, поэтому я вкручу. А вообще классно. Всем большой привет. Поздравляю с наступающими нашими праздниками с 4 ноября. Вот. Так что, что я вам хочу сказать. Неплохо в сердце США. Но у нас не хуже. Многие спрашивают, в каких условиях живут артисты на гастролях. Живу я в хижине у Ганса. Это местный немецкий фермер. У него замечательное хозяйство. Овцы, гуси, все остальное. Вот его домик. Смотрите, какой замечательный дом. Прекрасный. Там мы живем. Овцы. Пасутся. Гуси с утра стучат в окно. Что в Москве живу в деревне. Что на гастролях. Ну, чтобы не отвыкать. Гуси. И! Вообще обычно отвечают. Позвонил Валерий Леонтьев. Он тоже сейчас на гастролях в Германии. Он живет. Он живет в пятизвездочном отеле. Так сказать. Кесарю Кесарева. Вот. Не сечение. Не сечение. Не сечение. Продолжение следует...